Сейчас передвигаться по реке безопасно только на специальных машинах, аэроходах. Благодаря воздушной подушке они легко преодолевают и хрупкий лед, и движутся по первой воде. Сотрудники МЧС выходят на профилактические рейды каждый день. Одновременно работают 7 патрульных групп. Обнаружить удается 5-6 рыбаков, которые продолжают заниматься подледной рыбалкой. Опасность в том, что толщина льда не просто уменьшилась в полтора раза. Если зимой она была больше 40 метров, то сейчас около 25. Главное, лед другой по качеству. Когда идет период ледостава, то лед однородную структуру имеет, то весной он начинается уже рассыпаться. Если человек попадает в западню, как правило, шансов выбраться у него на весенний лед практически нет. В этом сезоне несчастных случаев не было, а вот прошлое у нее жизнь одного человека. Сотрудники МЧС отмечают, что ситуация на реке меняется постоянно. И там, где вы спокойно прошли сейчас, через час может образоваться ледяная западня. Особое внимание стоит уделить и детям. Родители обращали внимание и не допускали выхода детей на лед. Как правило, не оставляли без присмотра, потому что основная причина трагедии с детьми – это, конечно, слабый контроль со стороны родителей. В то же время сотрудники МЧС продолжают готовиться к половодию. Ведь лед начинает таять, появляются полыньи. Напомним, что на территории Рязанской области зон катастрофического затопления нет. Однако, по прогнозам, в зоне половодия могут оказаться 25 населенных пунктов в 11 районах. Мы начинаем наблюдать уже еще с Московской области. Вот, например, река Ака, город Калуга плюс 1 сантиметр, город Коломна плюс 4 сантиметра. У нас пока на территории Рязани подъемов особых нет. Ну вот, в селе Половское наблюдаем плюс 17, Елатьма плюс 3. И поэтому особых пока опасений нет. Наибольшее внимание сотрудников МЧС приковано к Кадамскому и Сапожковскому районам, а также реке Айке вблизи областного центра. В зоне половодия может оказаться более 11,5 тысяч человек. Мы планируем привлечь около 4,5-4 тысячи 500 человек, где-то около 1500 единиц техники, из них 86 плавсредств. Все эти силы и средства, они рассредоточены по территории области, но мы всегда можем перебросить их из одного района в другой. Также спланирован резерв. Из Тульского спасательного центра на помощь Рязани придут 200 человек, а также авиация Жуковского авиационного центра. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».